Добрый вечер! Время вечерних новостей. В студии работает Айсело Мурзакова. Первый заместитель председателя кабинета министра Фадлбек Космолиев принял итальянскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел депутатом Нижней палаты парламента Италии Эдмондо Чириели. Стороны обсудили актуальные вопросы двухсторонней повестки и с упором на укрепление политического диалога, в том числе организацию контактов на высшем и высоком уровнях, наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки и межрегионального сотрудничества. Особое внимание собеседника Космолиев обратил на потенциал легкой промышленности и призвал итальянские брендовые компании перенести свое производство в нашу страну, отметив, что кыргызская сторона готова предложить льготное налогобложение, преференции, правительственные гарантии для ведения бизнеса. Заместитель председателя кабинета министра Федиль Байсалов принял нового представителя ЮНИСЕФ в Кыргызской республике Саман Джун Тапа. Сам предкабмина выразил благодарность ЮНИСЕФ за оказание содействия в возвращении детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии. Он особо отметил важность поддержки и содействия организации по повышению потенциала социальных работников, работающих с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детьми трудовых мигрантов, оставшихся без попечения родителей и инвалидами, а также по реабилитации детей-репатриантов. Вместе с тем стороны обсудили широкий комплекс вопросов двусторонней повестки, подчеркнув важность дальнейшего эффективного взаимодействия реализации совместных проектов по улучшению уровня жизни детей. Сегодня судьи Верховного суда Качки Есенканов и Кенешбек Токтумамбетов прокомментировали вынесенные ими в решение подделы двухлетнего Егора, который в феврале 2022 года был жестоко избит в Соклуке и попал в больницу. Судья Качки Есенканов говорит, что суд рассмотрел все обстоятельства дела и принял во внимание личность обвиняемого. Ранее депутат Джорху Кенеша Айсулума Машева на заседании комитета раскритиковала решение Верховного суда, вынесенное в прошлом году. Напомним, в феврале 2022 года в Соклуке двухлетний ребенок был госпитализирован с избиением. В качестве подозреваемого был задержан Александр Самаркин, 1987 года рождения, на которого работали родители ребенка. В июне 2022 года по этому делу Самаркин был осужден Соклукским районным судом на пять лет. Впоследствии областной суд оставил указанный приговор в силе. 13 июня 2023 года Верховный суд освободил из-под стражи Александра Самаркина с испытательным сроком на два года. Одно из телесных повреждений, в частности перелом затылочной кости, это относилось к тяжким телесным повреждениям. Но все это дело состоит из шести томов. Представьте, как это было досконально изучено, исследовано и рассмотрено. И допрошены были очень много свидетелей. Потом следственные органы пришли к выводу, что вот в этих нанесениях тяжкого телесного повреждения и других там телесных повреждений на теле Самаркин не виноват в отношении него в этой части прекратили. И предъявили ему только вот эти эпизоды, то, что он локтем по уху ударил. И еще там на весу держал, связки растянул. По другим телесным повреждениям и в части тяжкого телесного повреждения, как я отметил уже, дело было выделено в отдельное производство и передано для проведения соответствующей проверки. Пробационный надзор назначается социально не опасным и тем, кто совершили неумышленное преступление, что на Самаркина не должно распространяться. Самаркин систематически применял пытки и стезал Егора, у которого было наизнанку вывернуто ухо и позвоночник. Повреждены половые органы, руки и пятки обжигались о печку. Также по заключению судебно-медицинской экспертизы у мальчика выявлен перелом затылочной кости, который являлся опасным для жизни. Егор был буквально на волоске от смерти. Врач сказал, что еще один день без оказания помощи и он бы погиб. Общественность возмущена тем, что Самаркин не понес полную ответственность, а делался беседами. Решение Верховного суда является указателем, вектором. Получается, все, кто истязает детей, могут через пробацию избежать заключения. Решение Верховного суда является индикатором эффективности защиты детей от насилия и истязания. Сотрудниками таможни МАНАСС оперативники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и ГКНБ ликвидировали транснациональную наркогруппировку, сообщает пресс-служба государственной таможенной службы. Так, за сутки силовики задержали 11 граждан Кыргызской республики и одного россиянина. Шесть из них – члены организованной наркогруппировки. Все задержаны во двориной ВВС. Отмечается, что подозреваемые организовали три нарколаборатории в Бишкеке и Чуйской области. Кроме этого, был установлен телеграм-канал по продаже наркотиков, куратор и основатель которого были задержаны. В рамках следствия изъято более 10 килограммов марихуаны, 75 бутылок гашишного масла и 38 кустов гибридной конопли, а также другие предметы для нарколаборатории. Предварительная стоимость изъятых наркотических средств при реализации составила бы порядка 50 миллионов сомов. В Джалабаде был зарегистрирован случай сибирской язвы. На сегодняшний день пациент находится в столичном национальном хирургическом центре и проходит лечение. Как отметили санитарные врачи, заражение произошло в результате убоя скота. Подробнее об этом в следующем материале. На сегодняшний день заражены трое человек, и все они – жители Джалабадской области. Одна из них приехала в Бишкек за консультацией врачей, и ей был поставлен диагноз – сибирская язва. По словам врачей, несмотря на то, что анализы и лабораторные исследования показали отрицательные результаты, это может быть быстрое реагирование и лечение антибиотиками, заглушение инфекционного заболевания. На данный момент все зараженные получают соответствующее лечение. Заразились трое женщин. К сожалению, двое из них в данное время получают лечение в АШ, а одна получают в Бишкеке, в центре имени Мамакеева. В данное время им выставлен диагноз окончательный клинический сибирская язва, кожная форма. В данное время они получают лечение стационарное. У них состояние очень стабильное, то есть уже, можно сказать, идут на улучшение. Но, однако, при лаборатории исследований у больных еще не выявлен возбудительной сибирской язвы, но, однако, с почвы, где был произведен забой животного, там с почвы выделены возбудительные сибирские язвы. Поэтому на основании этих лабораторных данных и клиники, и в данном месте всем там выставлено окончательный диагноз сибирская язва. Как отметили санитарные врачи, заражение произошло в результате убоя скота. По словам врачей, зараженные без проверки ветеринара зарезали и раздали мясо. Сибирская язва – это заболевание, вызываемое спорообразующими бактериями. Это болезнь, передаваемая от животных к человеку, который поражает жвачных животных. На сегодняшний день существует вакцинация от данного недуга. Но так как сибирская язва фиксируется в стране мало, актуальность и запроса на нее нет. Человек заражается, может быть, элементарно или чаще всего контактным путем. Или чаще всего, в общем, обычно, в последнее время, только при забое больного животного. То есть, когда при разделке туши, снятие шкуры и в кулинарной обработке, вот тогда не заражаются люди. Вообще-то это очень опасная инфекция, хотя хорошо поддается лечению. Но надо, всегда надо как бы соблюдать гигиену, еще остерегаться надо. Прежде чем забивать животного, надо показать ветеринарным специалистам, чтобы они дали добро. По данным ведомства, ветеринарной службой в своевременно было проведено эпизиотическое расследование. Были отобраны пробы от забитого животного мяса, почвы и были направлены в лабораторию. По данным, результаты отрицательные. В настоящее время исследования будут продолжаться в данном направлении. Необходимо своевременно провести вакцинацию животных против сибирской язвы. Мы для этого проводим санацию сибириазвенных очагов. На территории республики имеется более 570 сибириазвенных очагов, которые мы ежегодно проводим осеннюю и весеннюю санацию. Последний случай сибирской язвы зарегистрировано в 2012 году в столице. С тех пор ситуация была благополучной. Отметим, в Кыргызстане в прошлом году было зафиксировано 20 случаев заражения сибирской язвы. Чтобы предотвратить повторное развитие этого заболевания, будьте осторожны. Не покупайте мясо на стихийных точках рынка и просите соответствующий сертификат. Айсло Мурзакова, Эрмия Кадыров, УТРК Чуй. Подведены итоги расследования обстоятельства инцидента, произошедшего 2 мая текущего года в ходе культурно-массового мероприятия «Уран-Манас» в селе Джиргитал Сузакского района. В заключении межведомственной комиссии, созданной по поручению президента Садыра Джапарова, отмечено, что организаторами указанного мероприятия не были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников. В частности, руководители областного, а также районного органов внутренних дел не выполнены возложенные на них обязанности на должном уровне. Наряду с этим также установлено, что ответственные лица образовательных учреждений надлежащим образом осуществляли взаимодействие и обмен информацией с районным и областным администрациями. По итогам расследования обстоятельства инцидента, межведомственной комиссии рекомендовано объявить дисциплинарное взыскание от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления. Всего в привлечено дисциплинарной ответственности 21 из них на освобождении от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц. На некоторых улицах Бешкека и Чуйской области временно ограничат движение. Об этом сообщили в ОБДД. Отмечается, что ограничения будут вводиться в связи с визитом премьер-министра Малайзии в Кыргызскую республику 15-16 мая на следующих улицах от Международного аэропорта Манас до границы Бешкека, по улице Фучика до проспекта Джибик-Джулу, от проспекта Джибик-Джулу на восток до проспекта Манаса, по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова, в южном направлении до государственной резиденции Аларча, от государственной резиденции Аларча до мемориального комплекса Атабиит. КОБДД призывает во время мероприятия государственного значения не оставлять транспортные средства на обочинах вышеуказанных дорог, не выезжать на дороги на тяжелых грузовых машинах без необходимости и строго соблюдать ПДД, а также требования сотрудников, регулирующих дорожное движение. Если другие дороги будут закрыты, в зависимости от ситуации будут представлены дополнительные информации, добавили в ведомстве. Сегодня на территории Центра общей врачебной практики в городе Токмок построено здание детского отделения. На официальной церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Алм-Кадыр Бищин-Алеев. Здание имеет два этажа и оснащено новым оборудованием и мебелью. Его выполнено общественное объединение САФА за 21 миллионов 800 тысяч долларов США. В городе Токмок и Чуйской области сегодня состоялось торжественное открытие отделения патологий новорожденных и детской соматики. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Алм-Кадыр Бишин-Алеев, заместитель полномочного представителя президента Чуйской области Гульмира Куштубаева, а также представители благотворительного фонда и сотрудники медучреждения. Общая площадь здания составляет 634 квадратных метра. В отделении 22 койко-место имеются процедурные прививочные кабинеты, палаты дневного стационара, кабинеты для работников, санузлы и другие помещения. Здание полностью оснащено медицинским оборудованием и необходимой мебелью. На сегодняшний день открываем новое здание детского отделения при ЦОВП. В 2023 году, в мае месяце, мы писали письмо фонду АСАФА, что мы нуждаемся в детском отделении. Они приняли это предложение и в июне месяце начали стройку. На рассчитанных 22 койко, все медицинские оборудования были предоставлены фонду АСАФА, все мебели, инвентарь полностью. Строительство и закупка стройматериалов, включая проектно-сметную документацию, закупку мебели, инвентаря и оборудования, были полностью профинансированы общественным благотворительным фондом АСАФА на общую сумму более 21 миллиона сомов. Министр здравоохранения ЛМК Дрбишин Алейф отметил, что ввод данного отделения в эксплуатацию будет способствовать спасению жизней многих маленьких детей. Недоношенные дети, они отправлялись в перинатальный центр, в город Пешкек, потому что не было у нас оборудования, не было отделения. Сейчас мы сегодня открываем на 22 койки детей, которые будут обслуживать Чуйскую, Кеминский и город Тармак. В течение 2023 года в Чуйской области было построено 68 социальных объектов, включая медицинские и образовательные учреждения, а также спортивные объекты. Все эти объекты были успешно сданы в эксплуатацию. Сегодня в городе Тармак мы открываем детское отделение для наших маленьких детей предоставлением всесторонней медицинской помощи. В настоящее время в области ведется строительство 78 социальных объектов. По заявлению региональных властей, планируется завершить все строительные работы и сдать объекты в эксплуатацию до конца текущего года. Сымбат Алмазова, Джумабай, Смоналеев, УТРК, Чуй. На базе Кыргызского государственного технического университета имени Исха Каразакова открыт первый учебный центр по беспилотным летательным аппаратам, сообщает Министерство образования и науки. Первый центр специализируется на обучении специалистов по технологиям и эксплуатации дронов в различных областях, таких как геодезия, транспорт, геоинформатика и чрезвычайная ситуация. Это сотрудничество обещает стать значительным шагом в развитии образования и технологий не только для Кыргызстана и Китая, но и для всего региона, говорится в сообщении. В Чуйской области в рамках осенне-зимних ремонтных работ в 2024-2025 годах на 29 подстанциях проведут капитальный ремонт, сообщает Чуйское предприятие электрических сетей. По его данным, также будут обслуживаться 126 подстанций и 2318 км воздушных линий. Данные работы проводятся для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и повышения качества электроснабжения потребителей. Отметим, Чуйское предприятие электрических сетей обслуживает 295 тысяч абонентов в Чуйской области. Напомним, по вопросам электроснабжения можете обращаться в круглосуточный колл-центр предприятия по номерам телефонов 105-1209. В соответствии с указом президента Кыргызской республики о национальных ценностях от 20 мая 2022 года в школах и регионах республики проводятся соответствующие мероприятия. Сегодня такое событие состоялось в средней школе номер 16 города Бишкек. Подробности об этом в следующем материале. Учащиеся и родители собрались в школе номер 16 Бишкека. Настроение сегодня особенное. Поводом для этого стало мероприятие под названием «Адамны Канаты» совместно с фондом «Багдольют». В целях приобщения учащихся к национальным ценностям, традициям, направлении правильного воспитания с 3-й четверти текущего года проводятся специальные занятия среди учителей, родителей и учащихся совместно с вышеупомянутым фондом. Это все делается, чтобы молодежь знала о своем происхождении. Если молодое поколение ничего не будет знать, то и будущего не будет. Нам необходимо рассказывать и проводить такие мероприятия, чтобы подрастающее поколение передавали в следующее. В настоящее время в этом образовательном центре обучается 1371 детей. Уроки проводятся на кыргызском и русском языках. Среди учащихся много детей-соотечественников, родители которых работают за пределами страны. По мнению учителей, необходимо проводить уроки на тему национальных ценностей. Мы совместно с фондом «Бахду-Лёд» постоянно проводим мероприятия. Хочу сказать, что мы имеем богатую национальную ценность и культуру. Нам необходимо развивать и передавать ее из поколения в поколение. Родители отчетливо отмечают, что уроки лекции под названием «Адам Дэнханаты» оказали положительное влияние на учеников. Это происходит потому, что поведение детей, которые ее слушают, их взгляды на национальные ценности вызывают уважение и имеют большое воспитательное значение. Моя дочка учится в русском классе. Как только ввели уроки нравственности, моя дочь изменилась в хорошую сторону. Начала больше интересоваться о культуре, о ценностях и традициях. Этому я очень рада. В соответствии с указом президента Кыргызской республики о национальных ценностях в республике проводятся соответствующие мероприятия. Его цель – познакомить с нашим наследием, культурой и историей. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТР Качуй, а также в социальных сетях и инстаграм-фейсбук УТР Качуй. С вами была Ислова Мурзакова, ну а далее прогноз погода до завтра. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»